Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о макросах. Мы будем записывать макросы без полного знания кода. То есть, используя встроенный инструмент Excel, это макро-рекодер. По умолчанию он вскрыт. Да, и первое, что нам необходимо сделать, это включить его. Существуют различные варианты, я покажу по отдельности каждый. Первый вариант – это мы заходим в параметры, дальше выбираем «Настроить ленту» и здесь ставим галочку напротив разработчика. Ок. Второй вариант – это когда мы правой клавишей нажимаем по ленте инструментов, «Настройка ленты» и ставим галочку разработчика. Ок. Если у вас офис 2007 года, вам нужно зайти в файл, параметры и здесь главные или общие здесь будут прямо на главной странице отобразить вкладку разработчик. Ок. После того, как мы включили вкладку разработчик, у нас появляется возможность записывать макрос. Запустить запись макроса можно от вкладки «Разработчик запись макроса», или же во вкладке «Вид» также у нас есть макросы «Запись макроса». Ок. Далее нам необходимо выбрать «Записать макрос». Прежде чем записывать макрос, мы должны точно понимать, что мы будем делать. Мы будем выделять таблицу, дальше мы будем делать заливку, все границы, посчитаем сумму, ставим как значение, и назначим все это дело на кнопку. Нажимаем «Записать макрос», далее вводим имя макроса. Обратите внимание, что имя макроса нельзя вводить с цифры, да и нельзя использовать название макроса «Провелы». Давайте напишем «Оформление таблицы». Здесь можно использовать два варианта названия. Это camel case, верблюжья нотация, когда у нас каждое новое слово начинается с большой буквы, или же нижнее подчеркивание. Кому как удобнее. В принципе, по умолчанию, да, в ВБА используется как раз-таки верблюжья нотация, это первый вариант. Далее мы можем назначить сочетание клавиш, по которой у нас будет работать этот макрос. И, соответственно, можем сохранить эту книгу или в личную книгу макросов. Если мы сохраняем в личную книгу макросов, тогда у нас макрос будет работать изо всех файлов, которые у нас находятся на компьютере. То есть, личная книга макросов – это скрытая книга, в которой мы можем помещать макросы и использовать в любом документе файла. Описание. Описание обычно пишется для больших, да, объемных файлов. Здесь мы, в принципе, можем написать, что у нас оформляет таблицу и вставляет как значение. Окей. Пошла запись макроса. О чем свидетельство? Тут этот синий кубик. Мы выделяем таблицу. Можно по классическому, без горячих клавиш. Здесь это ни к чему. Дальше заходим в главное, выбираем все границы. После чего пишем равно. Цена, умноженная на количество. Выполняем заполнение вниз. Вставляем как значение. И, соответственно, нам необходимо сделать заливку. Заливку давайте сделаем желтым. Выравнивание по центру. Также увеличим ширину первого столбца. Окей. Макрос готов. Нажимаем остановить. После чего нам необходимо выделить таблицу, зайти в очистить и выбрать очистить формат. Да, у нас таблица вернулась в первоначальное состояние. Теперь нам необходимо назначить макрос на кнопку. Для этого мы заходим в разработчик, выбираем вставить. И выбираем кнопку. Кнопку будет называться оформить. Выбираем макрос, который будем использовать. Пишем. Оформить. Окей. Это классический вариант кнопки. Также мы можем использовать фигуру. Если мы зайдем в иллюстрации, дальше фигуры. И выберем, допустим, вот такую. Прямоугольник. Да, также можем сделать контур и заливку. Написать, допустим, цветом белым. Оформить. И также сделать выравнение по центру в центре. То есть также можно назначить. Макрос. Окей. И третий вариант. Это когда мы используем готовую кнопку, допустим, с гугла. Мы пишем кнопки для сайта. Нажимаем ввод. Переходим в картинки. Далее выбираем инструменты. Цвет. И выбираем прозрачный. Да, то есть картинка, кнопка в данном случае у нас не будет иметь фона. Выбираем кнопку. Сохраняем на рабочий стол. Заходим в Excel. Вставка. Выбираем иллюстрация. Рисунки. Выбираем путь картинки и нажимаем вставить. Нам необходимо ее уменьшить. Да, потому что она занимает большой размер. Окей. Далее при помощи вставка, надпись, текст. Мы пишем текст. Прямо на кнопке. Допустим, оформить. Окей. После чего мы выделяем. Делаем правильное позиционирование. Убираем нет заливки. Цвет прозрачный. И выбираем белый цвет. Можно увеличить. Нам также нужно убрать контур фигуры через формат. Ну и, соответственно, выделяем два объекта через control правой клавиши и группировать. Окей. Назначаем макрос. И выбираем оформление таблицы. Окей. Теперь мы нажимаем оформить. Да, как вы видите, у нас таблица полностью оформилась при нажатии на любую из этих кнопок. Да, если мы отключим сетку, тогда будет сразу видно превосходство до заключительной кнопки над всеми остальными. Отлично. Теперь давайте поставим видео на паузу и напишем комментарий с проставлением лайка. Нужно писать комментарий со следующими словами. Макросы в Excel, макросы Excel и макросы Excel по-английски. Спасибо вам большое. Задача 2 заключается в том, что таблица у нас находится на одном листе. Да, по умолчанию, даже если мы таблицу перенесем рядом, макрос у нас не сработает, так как он работает постоянно с одного и того же места. Это с ячейки B8. Чтобы изменить логику работы макроса, нам необходимо зайти во вкладку разработчик. Далее выбрать относительные ссылки. Получается, относительные ссылки это ссылки, которые будут работать с выделенной ячейки. И нажимаем записать макрос. Называем его «Оформление 2», где эта книга, описание не задаем. Пошла запись макроса. Делаем выделение. Дальше выбираем главное, все границы. После чего выбираем выравнивание по центру. И делаем желтую заливку. Увеличиваем ширину первого столбца. И соответственно считаем сумму, вставляем как значение. Копируем и делаем значение. Окей. Останавливаем запись макроса. И возвращаем таблицу в первоисходный вид. Выбираем «Очистить формат». Далее нам необходимо назначить макрос на кнопку. Мы зайдем в разработчик. Вставить. И выбираем кнопку. На «Оформление лист 2». Оформить. Теперь смотрите внимательно. Нам нужно, чтобы активная ячейка, откуда все начиналось, была обязательно слева сверху. Нажимаем «Оформить». Далее выделяем следующий. Нажимаем «Оформить». Ну и соответственно, если бы мы здесь нажали «Оформить», так же бы она оформилась только правее. То есть, когда мы используем относительную адресацию при записи макроса, макрос начинает работать у нас с активной ячейки. Отлично. В исключительной задаче на сегодня мы имеем таблицы определенного формата. Всего 31 таблицу за каждый день. Нам необходимо написать макрос, который мы уже записали. Мы будем использовать его. Назначить на панель быстрого доступа и одновременно выполнить для всех дат с 1 по 31. То есть, с 1 по 31 это даты месяца. Окей. Заходим в файл. Далее выбираем «Параметры». Переходим. «Настроить панель быстрого доступа». Далее выбираем макросы. После чего нам необходимо оформление таблицы. Нажимаем «Добавить». И здесь также можно, если нажать «Изменить», выбрать команду. Она у нас больше подходит как на кисточку. Значок должен быть похожим. Потому что это у нас все-таки оформление. Окей. Окей. И окей. Отлично. После чего на ленте у нас появляется инструмент «Кисточка», который будет оформлять нашу таблицу. Для этого мы выделяем первый лист и выделяем заключительный лист. Да и нажимаем кисточку «Оформить таблицу». Также можем выполнять макросы в каждом отдельном листе. Это не имеет значения. То есть, давайте выполним здесь. Видите результат. Да и если, соответственно, нам нужно для всех 31, мы выделяем первый лист через «Shift» и нажимаем «Выполнить макросы». Программа работает. Теперь, если мы пробежимся по каждому листу в этой таблице, мы увидим, что каждая таблица у нас была отформатирована. Сделать это можно через одно нажатие на ее 6, стрелку вправо. И также самое главное понимать, что если у нас книга формата «XLSX», да, у нас не получится сохранить наши макросы в ней. Поэтому мы должны зайти в файл «Сохранить как». И далее выбрать книгу с поддержкой макросов. Обычно используют книгу с поддержкой макросов «XLSM». Да, и есть формат «Двоичная книга XLSB». Книга «XLSB» по сравнению с «XLSM» более быстро работает за счет того, что она закодирована двоично. Да, я в большинстве случаев использую данный формат. Отлично. На этом мы с вами разобрали тему макрорекодер. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. Если вопросов нет, напишите комментарии с ключевыми словами, которые вы сейчас видите на экране. «Макросов СЛ», «Макросов СЛ» по-русски и по-английски в написании. С вами был Полянский Алексей. Спасибо за внимание. До встречи в новых видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok